МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Саргуте автомобилист устроил массовый ДТП. Полицейские подозревают, что предполагаемый виновник был пьян. 20 лет колонии может получить гость Югры из Иркутской области. Он вместе с подельниками организовали сеть по распространению наркотиков. И вовремя потушили. Пассажир самолета, летевшего из Краснодара в Саргут, закурил на борту. Когда это заметили проводники, мужчина выбросил окурок под сиденье. Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут о самых заметных ЧП в Саргуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. Серьезное ДТП с участием байкера произошло в Саргуте утром 9 июля. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Хэнде. По предварительной информации, водитель иномарки двигался со стороны 30 лет победы и на улице Быстринской намеревался повернуть к 10-му дому. Однако в тот момент, когда корейская машина уже совершала маневр, в нее влетел мотоцикл. Управлявший им мужчина ударился о лобовое стекло легковушки и упал на проезжую часть в десятки метров от места столкновения. Пострадавшего в реанимацию доставила бригада скорой помощи. Причины ДТП и виновника предстоит установить следователям. За ДТП, в котором пострадал человек, предусмотрена административная либо уголовная ответственность. Все зависит от степени вреда, нанесенного здоровью. По данным на 12 июля, в Саргуте с начала года произошло 9 аварий с участием мототранспорта. 10 человек получили травмы, 1 погиб. В Саргуте водитель легковушки устроил ДТП и повредил 7 машин. Авария произошла вечером на улице Крылова в воскресенье. По предварительной информации, мужчина, управлявший иномаркой Mitsubishi Lancer, либо отвлекся, либо попытался проскочить пробку между двух рядов. Места для еще одной машины оказалось мало. Первыми под удар попали два Chevrolet. Их откинуло на два внедорожника Land Cruiser. Один из которых врезался в Hyundai Solaris, а второй в Toyota RAV4. Машины получили механические повреждения. На месте медики оказали помощь пассажиру Lancer. Его водитель, как известно, с места аварии, был за рулем в нетрезвом виде. Теперь саргутянину предстоит оплатить ремонт всех поврежденных авто. Ведется следствие. Пассажир самолета, летевшего из Краснодара в Саргут, едва не устроил пожар в салоне лайнера. Об этом сообщает агентство Каинформ. События происходили в ночь на 10 июля. Бортпроводники заметили, что мужчина в салоне зажег сигарету. Когда члены экипажа подошли к пассажиру, тот бросил окурок под сиденье. В салоне чувствовался запах дыма. Стюарды предотвратили потенциальное возгорание с помощью огнетушителя. Лайнер успешно приземлился. О том, понес ли мужчина ответственность, не сообщается. Коап предусматривает за курение на борту воздушного судна штраф до 5000 рублей или арест сроком до 15 суток. Вердикт виновен вынесли присяжные. В Ханты-Мансийском районном суде состояло заседание по делу об убийстве компаньона. Установлено, что пять лет назад между двумя партнерами по топливному бизнесу возник конфликт. Потерпевший отказался перерегистрировать компанию, ранее фиктивно оформленную на него. Затаив обиду, 26 августа 2016-го подвыпивший мужчина вооружился и приехал домой к оппоненту. Произошла потасовка, которая переросла в поножовщину. Пострадавшего с четырьмя ранениями госпитализировали, но спасти его не удалось. Злоумышленник покинул пределы Югры, но примерно через год его задержали. В феврале 2018-го предполагаемого убийцу осудили, но приговор был обжалован. Подсудимый требовал рассмотрения дела с участием присяжных заседателей. Итог оказался идентичным. В колонии строгого режима экс-бизнесмен проведет 12 лет и 9 месяцев. В Лонгепассе мужчина напал на полицейского. Межрайонный следственный отдел закончил проверку и возбудил уголовное дело против 34-летнего югорчанина. По данным СК, чуть меньше месяца назад, 20 июня вечером, подозреваемый пришел в гости к бывшей сожительнице и избил ее. Женщина сумела вызвать полицию. Первый, вошедший в квартиру правоохранитель, получил удар ногой в грудь и серию ударов по лицу. Югорчанина задержали. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается. Житель Иркутской области за организацию канала наркотрафика в Югре может получить 20 лет колонии. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 41-летнего жителя при Ангаре. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт запрещенных средств и психотропных веществ через интернет в составе группы лиц в крупном размере. Установлено, что гость нашего региона вступил в преступное сообщество, получил от другого участника группы наркотики, часть которых поместил в тайники в Ханты-Мансийске. Сбыть ничего не получилось. Мужчину с поличным задержали полицейские и изъяли у него более 150 граммов дурмана. Уголовное дело направлено в суд. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет и штрафа в 1 миллион рублей. Карты, деньги и уголовная ответственность в Саргуте полиция закрыла подпольное казино. В игровом клубе на улице Привокзальная с поличным задержали организаторов этого незаконного досуга. Вместе с ними в помещении находились 9 посетителей. Во время обыска правоохранители нашли фишки и записи с итогами партии. По данным следствия, проведением азартных вечеров занимались три человека. У каждого из них была своя роль. Возглавлял группу 33-летний мужчина. Его коллеги были крупье. Известно, что предприимчивый руководитель подпольного казино ранее уже привлекался к ответственности за вымогательство. Теперь ему может грозить штраф до миллиона рублей. И тюремное заключение на срок до 4 лет расследования продолжается. Дистанционные мошенники опять в плюсе. За выходные дни в Югре зарегистрировано 22 преступления, совершенных дистанционно. Злоумышленники опустошили кошельки югорчан более чем на 2 миллиона рублей. Жители региона по-прежнему совершают покупки на непроверенных сайтах и верят лже-продавцам. С легкостью оформляют кредиты и переводят займы на сторонние счета под предлогом пресечения мошеннических действий. Так, в Сургуте 29-летней женщине позвонил псевдобанкир и предложил перевыпустить банковскую карту, у которой истекает строк действия. Югорчанка, не подозревая подвоха, продиктовала код из полученного СМС-сообщения и потеряла 145 тысяч рублей. Другая горожанка была в полной уверенности, что выгодно продаст на сайте бесплатных объявлений японский чайный сервиз. Женщине позвонили и предложили перевести полную предоплату. Ошибкой было решение продиктовать все данные банковской карты. Со счета исчезли 45 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению задержания подозреваемых. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Курковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok